Великий Толик Крупнов Участник коллектива в шах, неприкасаемый, ДТТ, воскресенье, 80-й Крупнов давал по 8-10 концертов в месяц, как в СССР, так и за рубежом. Культовая личность для нескольких поколений. Именно в этих катакомбах в 88-м году снимался первый клип группы «Черный обелиск» в полночь. Как снимался клип? Ничего умнее мы не придумали, кроме как в этих соляных подвалах, где он жил и где мы часто хулиганили. А, то есть в этих подвалах вы тусовались? Мы тусовались, да, нас часто здесь блокировала милиция и чтобы эти ворота, они открыли экстренно, мы разливали там бочки с горючим и преследовать нас было бесполезно. Едем на следующую точку. Мы поехали просто в Абхазию отдыхать, на пятый день там началась война. Мы с Туле слиняли от всех наших семей, у нас были две бутылочки сухого вина, мы сидели, смотрели на восходящее солнце над морем. Я поворачиваю голову назад, вижу, что вокруг нас сидит пять Абхазцев, у них на коленках лежат автоматы. Туле уже тогда были татуировки, а на спине у него вот на этом плече была вот такая фига. Вы тут... И Абхазец подсел, скажи, ты спортсмен или ненормальный? Он так посмотрел, говорит, да нет, я просто музыкант. А, говорит, музыкант, ну тогда пойдем песни петь. Вон в том доме родился и вырос Анатолий Крупнов. Сегодня здесь его сын Владимир. По свидетельству многих, они с отцом похожи как две капли воды. Я всего лишь один раз, наверное, был на его концерте, мне там было года три. Я с такими глазами все это наблюдал, как бы для меня это абсолютный шок был. То есть я, естественно, не осознавал, кто это, что это, просто какой-то раскардаш, какие-то цыгане непонятные пляшутся. Очень хорошо запомнилось, как мы бегали с ним на перегонки. И он, главное, он мне не поддавался, гад такой. В доме, где вырос музыкант на проспекте Мира, находится районная библиотека. На этом стенде мы видим подборку книг, основанную на книжном формуляре Анатолия «Черный обелиск». Логично. «Довлатов», «История религий», «Бадлер». Позднее образы Бадлера наложились на гитарные рифы тяжелого металла. В 87-м на стихи французского поэта Крупнов подготовил программу «Цветы зла». Как вы познакомились с Анатолием? Меня позвали поучаствовать в оформлении сцены. Вышел Толик, и как бы его вот эта поза с такой шеей втянут. И начал со скрипкой как-то еще аккуратно играть. Я думаю, какой-то мудизм, типа тяжелый металл. Чувак скрипкой вышел. Там такая скрипочка. Сюда. Гитара отсюда. Я слышал такую историю, что как-то раз Анатолий сломал руку и все равно записывал альбом. Анатолий – это человек горячий. В какой-то момент он на спор ударил стену и сломал стену, но и руку тоже. Когда в Германии они вышли по трапу в самолет и продюсер спросил, а это что за парень с гипсом? Они сказали, это наш басист. И через боль, через все он сыграл бешеные темпы. Финальный чекпоинт нашей экскурсии – студия звукозаписи, на которой работал Крупнов. Здесь же он провел последние минуты жизни. Сейчас именно на этой студии готовятся два релиза. Первый – сборник старых песен Крупнова, пересведенных на новом оборудовании. Второй – альбом трибютов, в котором участвуют ДДТ, Александр Скляр, Гарик Сукачев и другие. Известные звезды. И у нас есть уникальная возможность послушать фрагмент этой музыки. Анатолий Крупнов последние минуты жизни провел на этой студии. Он хотел на следующий день прийти и продолжить работу над материалом. Мне показалось, что он какой-то уставший. И я ему сказал, Толь, давай так, мы договорились, что завтра. Приходи завтра. Анатолий не ушел. Анатолий Крупнов умер от остановки сердца, не дожив месяца до 32 лет. Впрочем, как он сказал в одном из интервью, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...